Альфа, только смотри по-тихому, крадёмся. Вот он, гуляет, сочный, мягкий олень. Побежали! Лови его, Альфа, лови! Вали его на бок, ломай ему! Печка ТВ представляет. Хо, блинчики! Молодец, девочка моя! Молодец! Скоро мяско притащим домой. Индюшатинка! Ёп, улетело, только перья остались. Ну чё, мелкие? Харди, жрать принёс вам. Событие Собаковод уже в игре. Или, как завести себе верного друга с уроном в 25. Узнаем в этом видео. Погнали! Друзья, всем огромный привет! С вами Харди и мы продолжаем выживать в Last Day. Событие Собаковод. Чинки растут быстрее на 100%. То есть, не 24 часа, а 12. И шанс получить верного друга увеличен. Верного друга можно раскачать до 25 урона. Вот этот скилл Вожак. Максималка 5. Изначально у твоего верного друга 5 урона. Если гуляют по базе, ставим собак вот с таким скиллом Вожак. Это добавляется к урону нашего верного друга. Итого у меня получается 5, 5 и ещё 8. 18 урона. Если у тебя выпадет верный друг и ещё плюс скилл Вожак на 5 урона. Соответственно, у твоего верного друга будет урон 25. За одну косточку собака наносит 70 ударов. А это 1750 урона. Как выводить верного друга? Прямо сейчас повышенный шанс получения. То есть, прямо сейчас надо заниматься введением собак в этот ивент. Скрещивать. И, конечно же, в помощь тебе ещё и рыбный рецепт. Роскошная рыбная ассорти. Шанс получить верного друга при скрещивании повышен. Что тебе для этого рецептика требуется? В любом порядке ложим и готово. Осётр, щука, сом и карп. И прямо сейчас ещё одно событие. Рыболовный турнир. Который поможет тебе насобирать определённые виды рыб. Но самая сложная рыба, это, конечно, осётр. Где его можно выловить? На зимней рыбалке и на выходных, в субботу-воскресенье, стартует ивент «Причал». Там ловится вот этот осётр. Также в помощь тебе при выведении, значит, собакиных, ещё два рецептика. И то же с осетром. Осетрина с дикими грибами. Шанс получить самку выше. Это если у тебя одни мальчики получаются. Надо хавать вот эту. И будут девочки. И осётр с овощами. Наоборот. Если у тебя одни девчонки, будут пацаны. Осётр и специи. Специи, слушай, да, специи – это проблема. Гидропонная установочка, да? Росток на болотах собираешь. Получаются специи. Когда кукурузу срываешь, да? Иногда выпадают ростки. Поехали уже. А когда надо хавать этот рецепт? Когда собака уже выросла и стрелочка готова? Или при скрещивании? Я, честно, даже не знаю. Мне кажется, когда вот мы нажимаем стрелочку, да? В этот момент трандом решает, что тебе там выпадет. Также тебе в помощь вот такой корм. Увеличивает шанс получить высокий ранг. Ну, то есть, скрещиваем собак, допустим, второго левела, да? Есть шанс, что мы получим третий левел. Нифига не стопроцентный. У меня в данный момент на 6 дней 4 часа, да? Повышенный шанс при скрещивании. Поехали уже. Ищейка. Это забавный скилл. О, третий ранг. Здесь может быть вожак, ты понял, да? При третьем ранге может уже вожак попасться. Мне надо еще одного, двух вожаков еще на плюс 5 урона. Смышленый. Шанс получения при скрещивании. Слушай, это достаточно прикольный тоже скилл. Ну, то есть, вот сейчас есть резон, да, поставить смышленых. Тогда как бы, да, стопудово у меня будут повышаться собаки. На следующий ранг переходить. Сколько можно разогнать допом? Тоже достаточно много. Вот так, да? Повысили еще шанс, что именно ранг будет... О, четвертая. Ну, давай. Давай. Аааа, какая боль. Какая боль, елпалы. Да. Ну, вот эти первые ранги, да, это хорошо. Они мне нужны. У меня очень много девочек первого ранга. Ну, да, с них ничего такого не выпадет. Так, еще один шанс. Увеличивает урон собак на единичку. Блин. Ну, это не прикольно, да. Выпал вожак, да? Ну, такой стрёмненький. Так, отлично. Дальше погнали их скрещивать. У нас максимально еды и всего-всего-всего, да? Если ты не хочешь, допустим, терять вот такие скиллы, смотри, шанс найти редкие предметы 5 и лис, короче, ищет, да? Тогда делаем наследовать способность и, если вот эти собаки дадут потомство четвертого ранга, четвертый скилл будет рандомный. Ну, ты понял, да? Мне вообще пофиг на этот скилл. Блин. Нас с тобой интересует верный друг и вожаки. Так, ну, этого, конечно, я не отдам. Ни в коем случае. Всё, третьего ранга девочек нету, да? Что это значит? Это значит, что... Ой, блин, ты понял, чё? Хаски одни мальчики. Выгонять ли или не выгонять? Вот в чём вопрос. Слушай, выгонять однозначно. Они жрут очень много. Это прям вообще катастрофа. Убираем лишнего. Двух вполне хватит. Так, ну и чё, и чё, и чё? Кто ещё остаётся? Так. Так. Ещё один, третий ранг. Кнопка и Герда. Давай кнопку берём. Чёрненькую. Хотя коричневая, видишь, да? С медалью с такой. А чё это значит? Это значит премиум. Короче, бери их. Где есть медаль, бери медаль. Без вариантов. Тут мы просто тупо скрещиваем, да? Первый ранг. Чё попадётся, то попадётся. Так, ну и чё в результате? В результате мне нужны ещё девочки, да? Мне нужны девочки, значит. Такие, такие. Блин, вообще столько пацанов третий ранг. И здесь тоже два пацана. Ты понял, да, какой рыбный рецепт мне поможет? Мне нужны девочки. Давай посмотрим, какой итог-то. Пока верного друга не вывели. Но, обрати внимание. 11. 44 ел-палы. В два раза меньше они будут расти сейчас. Это очень круто. Теперь их надо, соответственно, обеспечить едой, да? На эти 11 часов. Лучшая локация, где собирать мясо. Это каменные горы. Почему? Здесь могут выпасть 2-3 индейки за раз. Вот этот скилл. Шанс встретить редкое животное. Это лиса, слушай. К сожалению, это не индейка. Поэтому вообще плевать на этот скилл. Можно, конечно, эконом режим, да? Как? Вот так ползать на корточках, там вот такой фигнёй заниматься. Ну, я тебе сразу говорю, я тебе не рекомендую. Почему? Это долго, ё-моё. И да, ещё настреляешь попутно, да, шкур животного. Это долго. Вообще не подходит нам. И обязательно бери с собой. Воу! Ха-ха-ха, грязь. А чё они так летают? Слушай, у гарпуна просто дичайшая отдача. Вот. Бери с собой обязательно огнестрел. Вот чё я тебе хотел сказать. Бегать за ними, да, это полный отстой. Надо быстро приходить к локацию, высекать и уходить. Нет времени долго бегать. Красться вот это на корточках. Ну, это если ты, ну, прям совсем, короче, новичок. Бегать вот сюда в дубы стопудово не надо, потому что здесь вообще нет индейки. Для нас с тобой самая главная индейка. Час 06. Вообще, да? Мясо, короче, на час 51. Оп! И почти на 2 часа индейки. Хотя её было, да, ни о чём. Вот так вот, 4,49. Маловато? Маловато, слушай. Мне надо на 12 часов зарядить, чтобы у меня все выросли. А я могу зарядить ещё, посмотри, сколько. Ещё 10 собакины. И за 12 часов они 24. Они вырастут. И я опять нас крещу. В общем, пока идёт событие, собаковод, пользуйся и выводи верного друга. Бомби много-много бяса. И загружай полный вольер. Прям битком, блин. Поэтому я вот так вот смело отправляю ещё в вольер целую кучу щенков. Отлично. Друзья, с вами был Харди. Я надеюсь, тебе понравился этот ролик. Если понравился, конечно же, оцени лайком. Ещё не с нами, ещё не с каналом Печка ТВ. Подписывайся на канал на Ютубе, на Рутубе, Яндекс.Зен и ВК. Смотри там, где тебе удобно. Подписывайся на социальные сети, паблик ВКонтакте, Дискорд и Телеграм. На котором выходит уникальный для канала контент. В общем, удачи тебе. Пока-пока. Погнали дальше, ё-моё. Надо на 12 часов зарядить красиво.